В мире индивидуальное транспортное средство на электрическом ходу с автобалансировкой. Встроенные датчики и компьютер поддерживают это средство в вертикальном положении. Оно способно развивать скорость, которая в три раза превышает обычный пеший шаг. Эти средства идеальны для больших складов, курьерских служб и просто желающих прокатиться с ветерком. Конструкция из легких и прочных материалов позволяет транспортному средству перемещать вас практически везде. В алюминиевом шасси помещается электроника, управляющая средством. Оно способно выдержать удар силой, эквивалентной весу трех автомобилей. При помощи пресса сцепления крепятся к двум моторам. Эти сцепления позже будут соединять моторы с коробками передач. В целях безопасности многие компоненты устройства дублируются. В обычной ситуации они разделяют между собой нагрузку, но любая из них прекрасно сможет работать самостоятельно, если вторая выйдет из строя. В производстве это называется резервирование. Моторы крепятся к шасси тремя болтами с каждой стороны. Затем на верхнюю часть шасси устанавливаются две контрольные платы. Микропроцессоры в этих платах управляют моторами. Следом в корпус устанавливается плата датчика балансировки. В ней имеется пять гироскопов и два компонента, называемые жидкостными датчиками наклона. Эти инструменты замеряют положение транспортного средства относительно земли. Платы снимают показания с приборов сто раз в секунду и изменяют направление движения средства, вращая колеса вперед или назад, когда ездок наклоняется в ту или иную сторону. Следом устанавливаются жгуты, которые соединяют батареи с контрольной муфтой. Кожух для шасси играет также роль площадки, на которой стоит ездок. Когда вы ставите на него ногу, подвесом срабатывают четыре резиновые кнопки. Это прерывает оптический луч на плате, сообщая транспортеру, что на него взошел пассажир. Жгуты протягивают в отверстие кожухи и закрепляют восемью болтами. Затем жгуты соединяют с трансформатором в основании контрольной муфты. Для перезарядки батарей трансформатор потребляет электричество со стандартным для домашней электросети напряжением. Внутри коробки передач четыре передачи сообщают энергию мотора колесам. Зубчики передач скошены, чтобы транспортер набирал скорость плавно и ровно. Это сглаживает шум двигателя до относительно тихого гула. Работница плотно пригоняет коробки передач к шасси при помощи резинового молотка. Затем она открывает водонепроницаемую заслонку и вставляет шнур электропитания. Она проверяет электрическую систему. Затем при помощи пяти болтов закрепляются два пластиковых крыла. Конусовидная металлическая втулка соединяет каждое колесо с его коробкой передач. Литая металлическая и резиновая основы покрывают платформу и плотно прилегают к обоим крыльям. Перевернув шасси, работница подсоединяет два аккумулятора к плате управления. Подсоединив аккумуляторы к обычной розетке, нужно оставить их на 8 часов до полной зарядки. Транспортер способен проехать 38 километров без перезарядки. Эта машина проверяет датчики обнаружения пассажира, надавливая в случайном порядке на платформе. Общий вес ездока с багажом составляет от 45 до 118 килограммов. Она также проверяет колеса и моторы. Следом на контрольную муфту устанавливается руль. Для управления нужно повернуть рукоятку влево или вправо. Мотор выполняет команду, вращая одно колесо быстрее другого. Колеса могут вращаться и в обратном направлении, чтобы разворачивать транспортер. Ключи зажигания с компьютерным чипом ограничивают скорость передвижения в целях безопасности. Ключи также задают транспортеру режим медленных, средних или резких поворотов. А теперь самое интересное. Тест-драйв для каждого транспортера. Работник слушает, нет ли посторонних шумов, и проверяет вибрацию под коробками передач. Он пускает транспортер вверх по наклонной плоскости. Угол подъема может доходить до 20 градусов. Только после тщательной проверки транспортер может отправиться на свой первый выезд. А вам гарантировано хорошее настроение и масса удовольствия от езды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok